Ошибка номер один не столько модная ошибка, сколько тренд. Это поражает меня больше всего. Почему мужчины вообще так делают? На самом деле этот модный тренд настолько плох, что против него даже были введены законы. И я серьезно, в штатах Джорджия, Луизиана, Миссури приняли постановление о том, что если вы придерживаетесь этого тренда, вас могут арестовать. Но намного хуже ситуация в школах. По всем Соединенным Штатам во многих школах запретили этот образ. Даже бывший президент США Барак Обама прокомментировал это, сказав Многие не хотят смотреть на ваше нижнее белье, я в том числе. Если вы еще не догадались, о чем я говорю, речь идет о приспущенных штанах. Лично я стараюсь не судить людей по тому, как они одеваются. Будучи в индустрии моды, я могу сказать, что иногда первое впечатление обманчиво. Исследуя, почему люди носят так штаны, у меня есть только две причины, почему это делают. Первая, люди впечатлительны и молоды. Это просто тренд в кругу их общения. Вторая, которая может показаться странной, заключается в том, что каждый раз, когда мужчина надевает штаны таким образом, он думает, да знаете что, пошли вы и пошло все это общество. Я буду делать то, что хочу. Посмотрите на Трэвиса Скотта, это не может быть удобно. Если вдруг на его концерте случится пожар, как он вообще сможет выбраться оттуда? Это опасно. Давайте я вам все объясню. Если вы совершите одну из этих ошибок, я не скажу вам, что вы неудачник, это довольно грубое слово. По-моему, оно описывает внутреннее состояние человека, в котором мы иногда оказываемся, в том числе и я. Тем не менее, мир не всегда добр к нам, и часто люди судят по тому, как вы одеты. Поэтому моя цель – вдохновить вас одеваться так, чтобы этот предвзятый мир видел вас в лучшем свете. Будучи уверенным в себе мужчиной, вы можете совершить любую из этих ошибок. Но поймите, мир может выставить вас с негативной стороны. Поскольку я забочусь о вас, джентльмены, я буду говорить прямо – не надевайте такие джинсы. Они бросаются всем в глаза. Но, дружище, пришло время избавиться от этих джинсов раз и навсегда. С 2007 по 2009 год было золотое время, когда в моде были крылья ангелов, мечи, розы, черепа. Но это время прошло. Кто знает, возможно, они вернутся в моду, но эти стразы, которые блестят у вас на ягодицах и бросаются всем в глаза, они выглядят уже не так, как когда вам было 21. Я вас могу понять. Возможно, вы хотите поддержать производителя. Это плохо, когда бренд не развивается, а вы развиваетесь. У вас уже поменялся стиль в одежде, поменялись предпочтения и даже ваше тело. Найдите то, что подойдет именно вам. Следующая ошибка относится не только к одежде, но и к тому, как вы ее носите. Если вы постоянно трогаете одежду, подтягиваете брюки по несколько раз в день, если вам приходится снова и снова заправлять рубашку, то у вас проблемы с посадкой одежды. Вы носите не ту одежду, вам нужно что-то добавить. Я рекомендую вам приобрести ремень, который будет держать ваши брюки на том месте, где они должны быть. Если он вам не совсем подходит и жмет в талии, то тогда рассмотрите вариант с подтяжками. Господа, я знаю, что вы носите подтяжки. Напишите в комментариях, насколько они вам нравятся. Еще одна вещь, которая может изменить вашу жизнь, это подтяжки для рубашки. Они соединяют нижнюю часть рубашки с верхней частью носков и держат рубашку, заправленной в течение всего дня. Я узнал о них, когда служил в армии. Я помню соревнования по подтягиваниям, все были в униформе, все залезали на перекладину, делали по 20 подтягиваний и слезали. И никто ничего не поправляет, все выглядят отлично. Подтяжки для рубашки – это хорошая вещь. Следующая ошибка – перестаньте носить обувь с квадратным носком. Это касается всех. Господа, дьявол создал эту обувь около 150 лет назад, и с тех пор мужчины падают в эту обувную пропасть. Я понимаю, многие из вас скажут, они удобные, у них широкий подносок. Многие бренды сейчас делают хорошие обувь. Просто хорошенько присмотритесь. Вот туфли, которые я ношу уже долгое время. Настало время обновиться, потому что вы купили дешевые туфли. Большинство туфель с квадратным носом дешевые для производства. Берется подошва и склеивается с верхней части обуви. А многие хотят обувь с рантом. Перед вами схема, на которой показано, как устроен обувной рант. Части обуви шиты друг с другом. Это также позволяет многократно менять подметки. Это признак качества. Другой тип конструкции обуви, который чаще всего встречается на туфлях – это шов Блейка. Он придает обуви обтекаемую форму. Идеальный вариант для туфеля. В любом случае, знайте врага в лицо и меняйте свой обувной стиль в лучшую сторону. Давайте поговорим о светло-коричневых носках. Да, носки с сандалиями – это некрасиво, но я сейчас не об этом. Я хочу сказать о том, что раньше эти носки были белыми. Джентльмены, вы никого не обманете, когда носите такие носки. Это явный признак того, что вы не знаете, как правильно стирать. Господа, это относительно просто. Белая и светлая одежда в одну кучу, темная в другую. Все, что находится между этими цветами, тоже в отдельную кучу. Что касается белого, такую одежду мы стираем средством только для белого. Можно добавить немного отбеливателя. Ваша стиральная машина сама подскажет вам, сколько нужно добавить, но я бы сказал, чем меньше, тем лучше. Для начала можно попробовать половину колпачка. Потом можно будет добавить и весь колпачок. Это вариант для полной стиральной машины. Нужно, чтобы все ваши белые вещи стали белыми и даже ваши футболки. Вы хотите, чтобы белые вещи стали красивыми, но как только они пачкаются, они начинают желтеть. Это значит, что пришло время избавиться от этой вещи. Не волнуйтесь, никто не заметит. Господа, если вам понравилось данное видео, сделайте одолжение, нажмите кнопку «Нравится». Это помогает мне и дает платформе YouTube понять, что это видео, которое нужно посмотреть и поделиться им. Есть такая фраза «Фотография говорит сама за себя». И вот пример такой фотографии. Она говорит «Нет, нет и нет». Когда речь идет о футболке в сеточку. Если вы собираетесь участвовать в параде, если вы модель, если вам наплевать на всех, то да, вы можете носить это. Но в остальных случаях не надевайте это, пожалуйста. Господа, я уже много раз говорил, что главное – это посадка вещи. И знаете что? Это правда, потому что перед вами костюм, и мужчина потратил на него пару тысяч долларов. Но знаете, в чем проблема? Это выглядит плохо. Вы можете потратить сколько угодно денег на одежду, но если она не сидит на вас и не подходит под ваше телосложение, вы будете выглядеть нелепо. Большинство мужчин покупают костюмы, покупают одежду, которая им слишком велика. Многие скажут «Это сейчас в моде, это новая мода». Если мы говорим об одежде свободной посадкой, то здесь есть разница между немного свободной и мешковатой. Мешковатость не делает одежду более удобной. Наоборот, вам будет сложнее двигаться. И это не совсем красиво выглядит. Это не то, что будет всегда в моде. Лучше подберите одежду, которая подчеркивает ваше телосложение. У вас квадратное телосложение или круглое. Вы худой. Какой бы тип телосложения у вас ни был, подберем ту одежду, которая вам подойдет. Говоря о посадке, давайте поговорим конкретно о посадке брюк. Давайте посмотрим вниз вот сюда. Где обувь? Это называется складка. Если вы покупаете брюки и не уходите из магазина до тех пор, пока ваши брюки не отрегулируют и не подошьют. Если вы покупаете брюки и не уходите из магазина до тех пор, пока ваши брюки не отрегулируют и не подошьют. Большинству мужчин я рекомендую половину складки. Но если вы высокий мужчина, то вам подойдет полная складка. Если вы немного ниже ростом, вам подойдет вариант без складки. Вам нужно делать так, как будет комфортно. Вы же не хотите, чтобы на обуви лежали ваши штаны. Кстати, это относится и к джинсам. Я бы сказал, что можно оставить немного больше ткани внизу из-за того, что они плотно прилегают. Но если у вас штаны или джинсы клеш, убедитесь насчет их длины. Иначе с таким широким разрезом со временем они начнут махриться. Это выглядит не очень стильно. Далее, возможно, это не такая серьезная ошибка, но про нее тоже нужно рассказать. Не застегивайте нижнюю пуговицу на пиджаке. Вот картинка, на которой объясняется, как правильно застегивать пиджак, неважно, если у вас одна пуговица, или две пуговицы, или три. Сейчас большинство пиджаков это блейзер или спортивный пиджак с двумя пуговицами. В этом случае, когда вы стоите, вы застегиваете верхнюю пуговицу. Нижнюю никогда не застегивайте. Когда вы сидите, можно просто расстегнуть пиджак. Если у вас пиджак с тремя пуговицами, то есть несколько вариантов. Вы можете застегнуть верхнюю пуговицу. Средняя пуговица — это та, которую нужно застегнуть, когда вы стоите. И когда вы видите, что это похоже на пиджак с двумя пуговицами, убедитесь, что верхняя и средняя пуговицы расстегнуты. Нижняя пуговица, опять же, никогда не застегивается. Вы можете спросить меня, почему мы придерживаемся правила, которое было создано в честь какого-то толстого мертвого короля, который не мог влезть в костюм. Потому что большинство костюмов сейчас создаются с учетом того, что нижняя пуговица будет расстегнута. Учитывается, как пиджак сидит на человеке. По сути, место, где пуговица должна быть застегнута, будет центральной точкой. Это утончает силуэт, и он немного увеличивается в области талии. Но, к сожалению, если вы застегнете нижнюю пуговицу, вы фактически измените весь силуэт. Центральная точка станет немного ниже, и это может испортить весь образ. Из-за этого и посадка брюк может выглядеть не так, как хотелось. Кроме того, если пиджак слишком сильно прилегает к телу, то вам просто может быть неудобно. Многие могут не согласиться со мной, но еще одна ошибка – это носить футболку с лозунгами и призывами. Я имею в виду что-то вульгарное или то, что пытается вызвать эмоции у других. Я знаю, что в США, когда речь заходит о политике, многие любят носить вещи в поддержку кого-то, будь то футболка или кепка. Они любят кричать и не хотят эмоций вывести на разговор. Не знаю, согласны вы или нет. Напишите свое мнение под видео в комментариях. Я за свободу слова, демократию и свободу, но это касается обеих сторон. Допустим, вы находитесь в ресторане, и фактически вы во власти официанта, он может делать с едой все, что хочет. Господа, давайте подумаем об этом. У меня немного другой подход к этому. Да, я хорошо одеваюсь, я хочу, чтобы мне делали комплименты, но я не хочу, чтобы люди знали, кого я поддерживаю, за кого я голосую и каковы мои убеждения. Потому что я хочу быть уверенным, что я на стороне людей. Особенно, когда эти люди занимают позицию власти в нашем с ними взаимодействии. Какое видео посмотреть дальше? Как насчет девяти ошибок в стиле, которые делают вас старыми? Джентльмены, вы не должны их совершать. Советую посмотреть это видео.